Сим, как и машина, не игрушка, а средство передвижения. Электросамокатов в Сургуте становится больше, растет и число аварий. Как автомобилисты и пешеходы относятся к появлению таких райдеров на дорогах и тротуарах? И что советуют в ГИБДД? Тему разбирал Дмитрий Круковец. Миллион на развитие бизнеса. В Сургуте стартует прием заявок на субсидии. Среди традиционных финансовых поддержек в этом году средства могут получить инновационные компании. Какая зарекомендовавшая себя компенсация популярна у предпринимателей и на что можно потратить деньги, знает Карина Александян. Приближается одно из главных событий этого лета – фестиваль группы компании «Амедиа». В этом году югорчане смогут не только активно и весело, но и с пользой провести время на нашем фесте. Что представляет из себя интеллектуальная зона и кто на ней будет спикером – подробности у Эльзы Шайметовой. 24 человека утонули в югре прошлым летом. Все эти случаи произошли на водоемах, не оборудованных для купания. Спасатели не устают напоминать, что в таких местах дно непредсказуемо и опасно. Как в Сургуте стараются не допускать несчастных случаев. Смотрите в сюжете Марии Ливанян. В эфире Сургут 24. Программа «Новости главное». Вас приветствует я, Дарья Давыдова и служба информации нашего телеканала. В ближайшие 60 минут мы расскажем о ключевых событиях уходящей недели. Новости главное, только главные новости этих семи дней. Множество откликов собрал в телеграм-канале главы Сургута пост о встрече с исполнительным директором Югры экологии. Это региональный оператор, который занимается вывозом мусора, напомню. Комментариев, которые оставлены сегодня под сообщением больше 300, не все, конечно, по основной теме поста, о проблемах с вывозом твердых бытовых отходов, но и их достаточно. Сургутяне сообщают адреса, прикладывают фото переполненных контейнеров и беспорядка вокруг баков. Речь при этом идет не только о живых микрорайонах, но и о дачных кооперативах. Максим Слепов во время беседы с представителем регионального оператора отметил, что сложившаяся ситуация, цитирую, «неприятная и системно неправильная». Конец цитаты. Виталий Якимчик объяснил главе причину. Мусор скапливается из-за массового выхода из строя спецтехники. На линии было недостаточно машин. Сейчас они уже возвращаются на маршруты, площадки расчищают. К концу этой недели Юграэкология пообещала восстановить плановую транспортировку отходов с территории города и садово-огороднических товариществ. Уже сегодня по нашим, в том числе, сигналам начали работать активно. Есть решение вопроса, уже поступает новая техника. Пытаемся решить эту проблему. Посмотрим сейчас в течение некоторого времени, понаблюдаем, исправилась ситуация или нет. Надеюсь, что они нас услышали. Я буду требовать от них качественной работы, потому что других вариантов у них нет. Это, кстати, часть нашего большого интервью с главой Сургута. Беседа с Максимом Слеповым уже опубликована на нашем ютуб-канале. Сургут-24. Найти ее можно в плейлисте «Диалог». Тем временем на участке центральной площади, где обвалился грунт, завершаются аварийно-восстановительные работы. Провал образовался в начале июля из-за отказа канализационного коллектора, который эксплуатировался больше 20 лет. Разрушение металла произошло из-за газовой коррозии. На участке уже заменили деформированную часть трубы. Сейчас ведутся работы по засыпке котлована. После Горводоканал проведет испытание трубопровода. Будет это в середине августа. После всех необходимых тестов участок утрамбуют и начнутся работы по благоустройству центральной площади. Добавлю, общая протяженность всех канализационных сетей в Сургуте – 399 километров. По подсчетам сотрудников Горводоканала, ветхими из них являются около 20 километров. Была произведена разработка рабочего котлована с укреплением грунта, шпунтами и щитовыми элементами. В дальнейшем произведен демонтаж старого трубопровода. Была закуплена новая труба диаметром 1000 миллиметров. Привезена с города Омск. Сварена в плети. Соответственно, уложена. Произведена герметизация замков на вход в камеры канализационных колодцев. И, соответственно, сейчас начинается обратная засыпка. Сейчас вы видите котлован протяженностью 39 метров и будет заменен еще соседний участок протяженностью 6 метров. Горводоканал обладает всем необходимым оборудованием, достаточно высокотехнологичным. Это хорошие телеинспекции. Это серьезные каналы промывочной машины. В этом плане предприятие достаточно инновационное. Поэтому здесь мы не видим рисков. Все работает в штатном режиме. Еще раз, быстро устранили аварию. На будущее нужно просто в принципе не допускать. Если мы реконструируем какие-то объекты благоустройства, конечно же, первым делом нужно обследовать сети и их менять. Чтобы потом не происходило подобного. Поэтому вектор развития предприятия и вообще позиции администрации на это направлен. В Сургуте растет число средств индивидуальной мобильности. Если еще 5-10 лет назад на прокат можно было взять велосипед где-нибудь в парке за Саймой, а в выходной день еще и в лист ожидания записаться, то сейчас дефицитов в предложении нет. Он удовлетворен за счет прихода крупных кикшеринговых компаний. В позапрошлом году на улицах появились электросамокаты. В этом году их, а, стало больше, б, теперь есть еще и электрические велосипеды. Тренд мегаполисов. Растет и аварийность. Это отмечают в ГИБДД. Есть случаи жестких столкновений. В июне на энтузиастов довольно серьезно пострадала 73-летняя пенсионерка. Безусловно, у инспекторов ГАИ забот добавилось. А от других участников дорожного движения теперь требуется еще большая бдительность. Ибо теперь на тротуаре, как и за рулем, нужно смотреть и по сторонам. И оборачиваться перед маневром не лишним будет. О травматизме, штрафах и правилах Дмитрий Круковец. В Сургуте этим летом вдвое выросло число электросамокатов. Это данные ГИБДД, которые ведомство получило от компаний, предоставляющих средства индивидуальной мобильности в аренду в нашем городе. Если в прошлом году на улицах крупнейшего муниципалитета Югры находились около тысячи электросамокатов, то в этом году уже две тысячи. В том году за этот период, на сегодняшний день, было оштрафовано, даже привлечено к административной ответственности 78 граждан. В этом году уже 218. Чувствуете разницу? По правилам дорожного движения, 24 глава, правила дорожного движения действует. Соответственно, вторая и третья части 1229. Вторая часть штраф 800 рублей на нарушение правил дорожного движения. И, соответственно, более взрослым, если носимых на электросамокатах и все остальное, управляет состоянием опьянения, третья часть действует до полутора тысяч рублей. Растет и количество аварий, в том числе и с пострадавшими. На проезжей части в 2024 травму получили уже два ребенка. Есть и другие инциденты. В одном из них райдер на пешеходной дорожке сбил женщину. Сейчас решается, есть ли в действиях парня, управлявшего самокатом, состав преступления. 20 июня в районе дома 63 по улице Энтузиастов на тротуаре несовершеннолетний 2006 года рождения, управляя транспортным средством самокат, допустил наезд на пешехода женщину 1951 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесное повреждение и была доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Пострадавшая получила тяжелый перелом шейки бедра. Ей потребовалась операция и протезирование в больнице провела почти две недели. А в госавтоинспекции напоминают о том, что водители электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности, к которым относят также велосипеды, скейтборды, сегвеи и прочие транспортные средства, обязаны соблюдать правила дорожного движения. Владельцев СИМов внесли в пункт 24.8 ПДД, одно из предложений которого, например, запрещает пересечение пешеходных переходов. Спешиваться нужно обязательно. О том же говорят и правила прокатных компаний, которые сдают электросамокаты в аренду. На пешеходном переходе райдер обязан спешиться и провести самокат рядом с собой. Вот прям так и написано в ПДД. Сойдите с самоката. Почему это важно? По пешеходным переходам можно ходить только со скоростью обычного человеческого шага. Давайте представим обратное. Люди спокойно идут по зебре, и тут в их поток резко вклиниваются скоростные самокатчики. Что будет? Пешеходы начнут шарахаться по сторонам, выходя за пределы разметки. А что насчет водителей? Они просто не успеют притормозить заранее, если на пешеход на большой скорости вылетит электросамокат. Именно поэтому пешеходам запрещено пересекать переходы бегом. А что же сами пешеходы? Они сходятся во мнении, что самокатов в городе резко стало много, а культура вождения у многих таких райдеров отсутствует. Ну, они везде хотят, там и ездят. Там, где много людей, конечно, плохо. Так, где-то вдоль дорог, где не так много пешеходов, более-менее нормально. Но вот здесь достаточно оживленный тротуар, всегда много народу и днем, и вечером. Мне кажется, здесь не очень хорошо. Конечно, страшно. Что могут сбить в любой момент или еще что-то. Они как-то гоняют, я так думаю, слишком. Из-за них переживаешь, из-за людей переживаешь, которые просто пришли. Я просто была свидетелем, самокатчик, когда врезался, я не знала, куда надо. Плохо отношусь. А почему? Ну, иногда они нарушают по пешеходке, неправильно переезжают. Очень негативно. Почему? Ну, потому что они ездят без правил. На пешеходных переходах постоянно подрезают машину. В меня уже несколько раз чуть не врезались. По ночам ездишь, они по дороге катаются. Беспредел полный. Стоят, где попало. Полицейские проводят регулярные рейды, где напоминают, причем не только самокатчикам, но и велосипедистам, об основных правилах. Ключевая аудитория таких профбесед, кстати, дети и молодежь. Смотрю, управляете средством индивидуальной мобильности. Полных лет 18 уже есть, я думаю. Ну, у вас совершенно летний. Скажите, придерживаетесь ли правил дорожного движения? Перед пересечением проезжей части спешатся с данного средства индивидуальной мобильности. Об этом все знаете, все прекрасно понимаете. Также, что хотелось бы еще сказать о том, что данное транспортное средство также является средством особой опасности. То есть вы, как лицо управляющее средством индивидуальной мобильности, также несете ответственность. Не забывайте, пожалуйста, это. Инспекторы отмечают, что увеличение числа электросамокатов и появление электровелосипедов добавило напряженности как на тротуарах, так и на пешеходных переходах. Отмечают и профилактическую работу. Дети стали чаще на зебре не переезжать, а переходить проезжую часть. Я обратил внимание, что вы перед тем, как убедиться в безопасности прохода по нерегулированному пешеходному переходу, спешились все-таки. Откуда информация у вас? Вы, как бы, я так понимаю, лет вам немного все равно. Вы по 12. 12. Вот, уже все равно взрослые. Мне недавно я сходил. Все-таки, я так понимаю, что в школе, да, с вами проводят занятия педагоги по этому поводу. Очень приятно, что юные участники дорожного движения придерживаются таких моментов. На самом деле, это очень небезопасно переезжать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в том числе и регулируемому пешеходному переходу. Почему? Потому что в случае происхождения дорожно-транспортного происшествия вы находитесь выше велосипеда, транспортное средство бьет по велосипеду. То есть, намного больше получается повреждений. Есть и обратная сторона медали. И велосипедисты, и самокатчики утверждают, что многие пешеходы оказались не готовы делить тротуары с теми, кто двигается быстрее. Иногда приходится выбирать. Или сбивать, или падать. Наш герой Дмитрий выбрал второй вариант. Я ехал по довольно широкому тротуару. И две трети было занято девушками с колясками. Они там что-то копошились со своими детьми. Я сбавляю скорость, хочу объехать. И тут девушка, несмотря назад, просто встает передо мной. И у нас буквально метр до столкновения, и я падаю. И в их глазах я был супер виноват в том, что я сам упал. Но я считаю, что виноваты все. В общем, мы поругались с ними. Извините, девчонки. Дель от дорогу самокатчики не только с пешеходами, но и с автотранспортом. По данным научного центра безопасности дорожного движения МВД России, за последние четыре года в стране число аварий с участием электрических средств индивидуальной мобильности выросло в 22 раза. Почти половина пострадавших в ДТП – самокатчиков, люди до 25 лет. Четверть всех аварий происходит на тротуарах, пятая часть – на пешеходных переходах. Как автомобилисты Сургута относятся к владельцам электрической двухколесной техники, мы узнали на улицах города. К самокатчикам плохо отношусь. Почему? Ну, город не приспособлен же. Нет отведенных полос. Травматизм растет. Самокатчикам вроде нормально, но они, блин, опасно ездят. По сторонам вообще не смотрят. Так что, не знаю, даже где-то надо в отдельном определенном месте, наверное, кататься. Я считаю, что их слишком много стало. И, ну, как-то это нужно урегулировать. Потому что, ну, непредсказуемая ситуация на тротуаре. Вот он едет, а ребенок просто идет, а потом раз – и дернулся в сторону. И все, проблема у всех. И у ребенка, и у самокатчика. Не соблюдают правила, несутся на большой скорости. Вылетают вообще неожиданно. Да, поэтому очень так опасно. Опасно я всегда их опасаюсь. Ехала, и вот он вылетел. Благо, что тормоза хорошие. Прямо затормозило. И в основном это подростки. Ну, я посоветовал радический контроль. Прежде всего, не выпускать детей на проезжую часть. Прежде чем покупать своему ребенку средства индивидуальной мобильности и разрешать ему выезжать на этом устройстве за пределами двора или парковой зоны, надо приобретать средства пассивной защиты. Ну, велослемы, наколенники, налокотники, а также световозвращающий жилет. Убедите, что вот ребенок знает правила дорожного движения, родители, касающиеся передвижения на СИМ. И всегда их соблюдает. Обговорите заранее с ребенком те места, куда он может поехать на СИМ. А где кататься нельзя. И время от времени контролируйте, насколько это соблюдается в договоренности. После череды резонансных дорожно-транспортных происшествий в России крупнейшие кикшеринговые операторы ввели свои штрафы. За передачу управления средством индивидуальной мобильности ребенку придется заплатить 10 тысяч рублей. За поездку вдвоем на электросамокате 5 тысяч рублей. За не спешивание на пешеходном переходе 1 тысячу. А за некорректную парковку 500 рублей. И это вдобавок к тем штрафам, которые установлены в Коап. Также операторы могут заблокировать карту и аккаунт на любой срок. Кроме того, консорциум кикшеринговых операторов обсуждает создание единого реестра нарушителей, которых будут лишать доступа ко всем сервисам разом. По статистике, в стране в прошлом году поездки на электросамокатах, велосипедах и иных арендных средствах индивидуальной мобильности осуществили 36,5 миллионов человек. Дмитрий Круковец, Даниил Панков. Специально для программы «Новости. Главное». Большой летний фестиваль группы компании «Амедиа» состоится уже через неделю. В программе «Фиджитал Футбол» спортивные эстафеты от коллег из «Хоуп Фитнес», обширная анимационная зона с мастер-классами от центра «Хоуп Кидз», выступления начинающих артистов, лейбла «Амедиа Мьюзик» на малой сцене и большой вечерний концерт с участием звезд российской эстрады. Все перечислено. Лишь часть того, что готовит группа компаний для югорчан, например, будет еще интеллектуальная зона. Здесь гостей ждут выступления приглашенных спикеров. Среди тем – страх выступлений, как с ним бороться и пять главных ошибок предпринимателей в продвижении. Лекции будут проходить в комфортабельных шатрах. Подробнее про темы выступлений и самих спикерах Эльза Шайметова. Летний фестиваль группы компании «Амедиа», который состоится через неделю, порадует югорчан разнообразием площадок, мастер-классов и приглашенными звездами. На мероприятии, пожалуй, все без исключения смогут найти для себя то, что именно по душе. Это уже третий наш фест подобного формата. Каждый год оргкомитет фестиваля дорабатывает программу, добавляет новые локации и меняет формат активности согласно пожеланиям гостей события. В целом, что мы изменили? Мы добавили больше локаций с точки зрения развлекательного контента, с точки зрения контента, где можно что-то поделать. Некоторые площадки мы урезали, наоборот, которые, условно, не пользовались популярностью. Мы изменили немножко время проведения некоторых мероприятий, изменили время концертной программы, мы ее делаем чуть раньше, для того, чтобы закончить все-таки не после 11, а хотя бы поближе, потому что мы понимаем, что это воскресенье, и людям в понедельник идти на работу. Все остальное будет небольшим сюрпризом. Люди могут прийти и увидеть, убедиться сами, что все, что они пишут в наших информационных площадках, все доходит до нас, и мы все анализируем и берем во внимание. Интеллектуальная зона – прекрасная возможность прокачать свои навыки в ораторском искусстве, маркетинге и управлении бизнесом. Эта локация подверглась некоторым изменениям. В этом году лекции на площадке будут вести специалисты, которые работают в том числе и в Югре. Темы выступлений подбирали сами спикеры, исходя из рода своей деятельности и собственного опыта. Всегда наши организаторы, которые занимаются интеллектуальной площадкой, проводят опрос среди наших пользователей, пользователей наших площадок, читателей наших площадок, зрителей, слушателей и отслеживают, скажем так, запросы аудитории на те или иные темы. Исходя из этого, составляется список экспертов, которых мы приглашаем выступить со своими лекциями на интеллектуальной площадке. Например, запрос о безопасности в сети очень актуальный, очень, скажем так, современный. Одним из спикеров интеллектуальной зоны станет Елена Саган, генеральный продюсер медиахолдинга «Омедиа». Елена имеет большой опыт в работе на телевидении и радио, является автором и преподавателем курсов ораторского мастерства в собственной школе, а также наставником многих медийных личностей. Тема ее лекции – страх выступлений, как с ним бороться. Несмотря на то, что наше общество очень масштабно перешло в онлайн-формат, человеку нужен человек, навык выступлений нужен предпринимателям, нужен тем, кто продвигает себя, свой личный бренд, преподавателям. В общем, огромного количества людей, которые хотят, чтобы о них узнало еще большее количество людей. Тема, мною выбрана не случайно, тема страха выступлений, а выступлениями я называю абсолютно все, ну, то есть любое появление на публике, будь то один человек или тысяча один человек, она очень актуальна, потому что страхов у нас очень много, страхи воспитаны комплексами, родителями, школой, и они очень сильно мешают человеку продвигать себя и зарабатывать больше денег. У гостей тренинга будет возможность не только разобраться с собственным страхом выступлений и прокачать навык коммуникации. Участники смогут пообщаться с Еленой и другими спикерами в формате открытого диалога, задать интересующие их вопросы и, конечно, получить на них содержательные ответы. Тренинги про выступления – это всегда выступления, естественно, не только спикера, но и тех людей, которые приходят на эти самые мастер-классы и тренинги. Поэтому, конечно же, будет возможность и попробовать себя в качестве спикера у тех, кто придет 11 числа на нашу площадку, и в том числе задать абсолютно любые по теме интересующие вопросы. На своем выступлении я буду рассказывать о том, чем страх отличается от волнения, какие есть страхи естественные, в чем их причина, страхи, которые навеяны нам обществом, и самое главное, каким образом от этих страхов избавляться. Еще одним спикером интеллектуальной зоны нашего летнего фестиваля является Наталья Чайка, владелец нескольких успешных бизнесов в Югре и Санкт-Петербурге, сертифицированный наставник для лидеров и бизнес-команд, профессиональный бизнес-ментор и коуч. Наталья расскажет слушателям про эффективность командной работы, а также поделится собственным опытом формирования активного и продуктивного коллектива. Во время тренинга я не буду рассказывать какие-то базовые постулаты бизнеса, которые каждый может прочитать в книгах. Я построю свое выступление, свой тренинг так, чтобы мы смогли вместе со слушателями пройти кейс моей компании. То есть как мы из какой-то такой среднестатистической обычной компании, которая как-то худо-бедно добивалась своих результатов, стали эффективной командой, которая способна достигать целей. У нас сейчас есть даже такой, можно сказать, банк идей. То есть мы постоянно что-то тестируем. Мы готовы к новым направлениям. И я вот бы хотела поделиться своим опытом. Спикеры интеллектуальной зоны на летнем фестивале будут выступать по специальному графику. На каждое выступление отведено чуть меньше часа. У нас на фестивале все зоны разграничены. Есть отдельная как раз интеллектуальная зона. Это образовательный шатер, в котором как раз-таки разместятся наши жители, наши спикеры. И будут уже в дальнейшем дискутировать, узнавать что-то новое. Пять спикеров, они выступают по очереди. Программа есть в официальном боте фестиваля, в Телеграм-боте. А также на сайте Q-Tickets о медиафест. На данный момент на лекции интеллектуальной зоны продано уже более 70% билетов. Пользуются популярностью пакеты из нескольких тренингов. И активно бронируют места и на выступления отдельных спикеров. Уже через неделю, 11 августа, на площади Сургу, можно будет послушать экспертов, которые расскажут про маркетинг, мягкие навыки в карьере и бизнесе, а также о безопасности в сети. Эльза Шайметова, Даниил Панков. Специально для программы «Новости. Главное». Также на фестивале мы вместе побежим в поддержку наших бойцов, которые сегодня выполняют задачи специальной военной операции. А медиа вместе с федеральным оператором Лигой Героев проводит забег «Траектория надежды». Дистанции будет три. Детская протяженностью один километр и две взрослые. Два с половиной и пять километров. Старт от Сургутского госуниверситета. Пролегает маршрут по территории парка за Сайма и финиш вновь на Сургу. Зарегистрироваться для участия в забегах можно через наш чат-бот фестиваля в Телеграме о медиа-фестбот. QR-код на ваших экранах. Понадобится оплатить символический взнос 500 рублей. Деньги автоматически поступят на специальный счет благотворительного фонда «Траектория надежды», который открыт для сбора поддержки наших военнослужащих. Все участники получат специальные стартовые пакеты с подарком от нас. По итогам забегов легкоатлеты также будут отмечены. «В этом году мы пошли на немножко неординарный для нас шаг. Мы решили привлечь федерального оператора с точки зрения организации забега. У нас будет коллаборация вместе с Лигой героев. Это крупный федеральный проект, который организовывает марафон во всей стране. Мы решили, что этот благотворительный забег будет интересен нашим гражданам с точки зрения того, что мы все-таки это мероприятие до сих пор оставляем приуроченным вне физкультурника, в том числе, который будет накануне. Мы здоровая, сильная нация. Особенно наш город всегда показывал с точки зрения региона хорошие показатели спортивные. Мы хотели бы таким образом показать, что мы открыты к спорту». Время о небольшой коммерческой паузе. В эфир вернемся совсем скоро. Не переключайтесь. Расскажем о мерах поддержки резидентов индустриального парка «Югра». Еще некоторые важные новости уходящих 7 дней короткой строкой. Также напомним о запрете купания в сургутских водоемах. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Новости. Главное». Служба информации о медиа и я, Дарья Давыдова, продолжаем знакомить вас с важными и заметными событиями уходящих 7 дней. Возмещать, например, 80% оплат за коммунальные услуги, аренду коммерческого помещения или покупку оборудования. Сургутским предпринимателям, которые ведут деятельность в направлении инновационных технологий, предлагается субсидия в размере 1 миллиона рублей. Такую же сумму, но больше как аванс для работы, могут получить бизнесмены производственной сферы. Деньги можно направить на покупку необходимой техники, открытие франшизы и повышение квалификации сотрудников. В прошлом году такой мерой поддержки воспользовались 4 организации и они уже показали результат. Не только расширили свое дело, создали новые рабочие места, но и принесли доходы в местный бюджет. Какие еще привлекательные условия предлагают предпринимателям в нашем муниципалитете и как это мотивирует самих бизнесменов, расскажет Карина Алексанян. Если есть патент, секрет фирмы того или иного изобретения или цепочка технологического процесса, на что инновационная компания потратила деньги, она может возместить затраты, получив до 1 миллиона рублей в качестве субсидии от администрации Сургута. В этом году это новая мера поддержки предпринимательства. И наш муниципалитет первый в Югре, где анонсирована эта компенсация. Часть команды, которые потом реализуют эти проекты инновационные, это разработчики. А вот за разработчиками это как раз к нам. Во-первых, эти компании могут отправлять своих сотрудников абсолютно бесплатно у нас учиться. Во-вторых, приходить к нам за кадрами. Они могут приходить нам, рассказывать в своих вакансиях ребятам, которые у нас учатся. У нас учатся люди любого из разных профессий, с широким кругозором. Цифровые технологии проникают в любую сферу бизнеса, куда вы ни посмотрите. Везде они есть. Медицина, строительство, где угодно. Чем бы ни занимался предприниматель, точно там нужны будут цифровые технологии. Они могут компенсировать расходы также на оборудование, лицензионные программные продукты. Те самые заключения, которые им необходимы были для получения, например, патента. И вот в контексте этой поддержки понятно, что, возможно, это не те суммы, о которых можно говорить для того, чтобы глобально сейчас эти сферы деятельности продвинуть и развить. Но поддержка прошлого года показала, что те четыре компании, которые грант от нас получили для производственных компаний, очень хорошие показатели развития за этот год реализовали. Грант для производственных компаний – один из видов поддержки, уже зарекомендовавший себя. Это своего рода аванс предприятию, который можно направить на расширение своего дела. Приобрести новое оборудование, закупить материалы, сырье или оплатить программное обеспечение. В прошлом году предприниматель Александр Сергеев, который занимается изготовлением местных деликатесов, получил почти 300 тысяч рублей. На них бизнесмен купил необходимую технику. Предприятию на момент выделения средств было меньше года. Финансовая помощь помогла расширить линейку производства до 37 позиций и заявить о себе на рынке сбыта. До этого у нас было зарегистрировано и в производстве всего 12 позиций. После выигранного гранта мы докупили более мощное оборудование, что нам помогло запустить еще 25 позиций. Сушильные камеры, морозильное оборудование, распылочное оборудование. То есть все именно по мясу, что именно нам помогает в переработке мяса. В дальнейшем мы хотим купить еще более мощное оборудование. Также, говорю, климатические камеры, которых у нас в стране очень мало. Таких вот целенаправленно, которые будут производить еще более мощные, вкусные позиции. Предприниматели, которые осуществляют деятельность в производственной сфере, также могут направить полученную целевую субсидию на сертификацию или декларирование выпускаемой продукции. Повышение квалификаций сотрудников, арендные и коммунальные платежи и открытие франшизы. Поздравляем. 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 Усовершенствовать производство, приобрести сварочное оборудование, станки плазменной и лазерной резки, Организовать покрасочную камеру – такие грандиозные планы у одной из молодых компаний, которая является резидентом индустриального парка «Югра» в Сургуте с апреля. Впрочем, у фирмы уже есть опыт получения поддержки на окружном уровне. Теперь планируют воспользоваться льготами муниципалитета. Первое – это было поручительство от Югорской региональной гарантийной организации. Поручительство в лизинге. Мы приобретали вот это оборудование в лизинг. Они поручались. А вторая поддержка – это льготный займ на инвестиционные цели. На сегодняшний день нам необходимо приобрести сварочное оборудование современное. И планируем воспользоваться грантом, как минимум заявиться. Меньше чем за полгода деятельности предприятие изготовило около 120 тонн металлоконструкций. А рукавов высокого давления почти 400 штук или, если в протяженности, то 4 километра. Что касается рукавов высокого давления, мы их изготавливаем для компаний транспортных, строительных и для нефтесервисных компаний. Металлоконструкции мы изготавливаем также для компании нефтегазовой отрасли, для частных лиц. И в том числе изготавливаем сейчас металлоконструкции для непосредственно индустриального парка. В данный момент парк строит новый производственный корпус. Снабжают рукавами высокого давления и своих соседей по промышленному кластеру. В цехе через стенку трудится компания по сервисному обслуживанию и изготовлению запчастей для буровых установок отечественного и импортного производства систем верхнего привода. На рынке Сургута резидент уже 8 лет, примерно 2 из которых фирма базируется в индустриальном парке Югра. В планах у предприятия разработать сборку собственной детали из отечественных материалов. Для этого уже подготовлена 3D-модель. Реализовать этот проект бизнесмен в том числе попробует с привлечением инвестора. Вместе с тем предприниматель готов принять участие в получении гранта, чтобы разделить денежные вливания на инициативу и на текущую деятельность. Мы на импортозамещение нацелены, потому что в основном, если брать парк, то это итальянское, канадское, немецкое производство. Мы хотим сделать что-то, что уже будет собрано на наших отечественных компонентах. Парк нам позволил как минимум действующие контракты обеспечить мощностью, ну и выйти на другие. Потому что, как вы сами видите, 1100 метров здесь можно делать за один раз 6 машин. Поэтому у нас были раньше на три привода контракты, теперь можем делать уже 6. Все, то есть и делаем 6. Ну, собственно говоря, наши возможности выросли. Действующие резиденты, а их 15, ведут свою деятельность в различных сферах по договору аренды помещений у индустриального парка. В 2025 году планируется в промышленном кластере завершиться строительство третьей очереди, куда смогут заехать новые предприниматели. Если это крупные представители бизнеса, то площади позволят принять трех резидентов. Если масштабы скромнее, то на 7 тысячах квадратных метрах разместятся свыше пяти компаний. Также здесь планируется реализовать возможность ипотеки для резидентов. Те, кто являются резидентами, они имеют право на различные льготы, программы. Мы предоставляем им информацию, и они уже занимаются сами по льготным всяким программам, отрабатывают. Ну и сама площадка, то есть мы предоставляем все под ключ, обслуживание дальнейшее. То есть резидент заходит, он занимается только своим делом, а мы уже обеспечиваем ресурсы, вода, электричество и прочее. То есть это все мы как управляющая компания. В Сургуте ведут деятельность более 19 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Ежегодно их число растет. Компании занимаются различными видами деятельности – торговля, строительство, транспортные услуги и многое другое. Меры поддержки предпринимателей, как отметили в профильном управлении городской мэрии, разрабатываются исходя из потребностей бизнеса. За годы удалось внедрить эффективные механизмы для успешного взаимодействия. Вместе с тем вносятся и новые решения, анализируя запросы рынка. Карина Александян, Дмитрий Луцко, Данил Панков. Специально для программы «Новости. Главное». Диагноз – хронический апистархоз. С начала года поставили 66 жителям Югорска и Советского района. Сургутское УКБ за последние 7 месяцев от этого заболевания вылечили 18 пациентов. Четверо из них – дети в возрасте от 9 до 16 лет. За аналогичный период 2023-го врачи медучреждения избавили от недуга 67 человек, а за весь 2023-й – 116 югорчан. Специалисты окружного распотребнадзора напоминают, что инфицируется человек после употребления речной зараженной рыбы, чаще карповых пород, которая была неправильно обработана или вовсе сырая. Заболевание долго протекает бессимптомно, изменения происходят в печени и желчном пузыре. Лечение довольно долгое и может занять месяцы. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать все ступени приготовления езя, ельца, карпа, платвы, леща, сазана, карася и подобных. Сначала замораживание, хороший посол и тепловая обработка, копчение или вяленье. Выпуск продолжит дайджест недели. Я передаю слово Анастасии Удальцовой. Зачитывали имена и возраст. В парке Кедровый Лог в памятную дату 27 июля сургутяне почтили память детей жертв военной агрессии киевского режима на Донбассе, Новороссии и приграничных к зоне проведения специальной военной операции в субъектах страны. В эту дату, 10 лет назад, после массированного удара по центру Горловки погибли 22 человека. Из них четверо несовершеннолетние. Всероссийская акция началась с минуты молчания. Пришедшие вспомнили погибших ребят, возложили цветы и игрушки к карт-объекту «Два лебедя». Два года назад указом главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным был утвержден день в память о погибших детях в Донбассе. За последние 10 лет погибло уже более 200 детей, а раненых более 800. Мы не забудем, ведь дети – это будущее нашей страны. И, к сожалению, некоторые дети слышали только лишь бомбежки и не смогли прожить долгое количество лет в мирной жизни. И очень важно помнить, потому что это наша история. В Сургуте построят дорогу за почти 200 миллионов рублей к новой школе. Торги выиграла компания «Автодорстрой». Она спроектирует, а затем возведет магистраль от Есенина-Кусольцева. 290-метровый отрезок разделят 41-й и 42-й микрорайоны города. Контракт предусматривает два этапа. На первом вплоть до конца июля следующего года подрядчик должен будет подготовить проектно-сметную документацию и пройти госэкспертизу. А с 1 июля приступить к строительству, которое необходимо завершить до конца ноября 2026-го. Дорога будет иметь четыре полосы для движения машин, по две в каждую сторону. Переустроят сети электро- и водоснабжение, смонтируют линии освещения, ливневую канализацию. Появятся велосипедные дорожки, тротуары, карман для остановки общественного транспорта. Также территорию озеленят. Магистраль имеет большое значение для этого района, так как рядом находится четвертый блок девятой школы. Его построила компания «Сипромстрой». Образовательное учреждение, рассчитанное на 900 человек, примет учеников 1 сентября. В Сургуте завершился аукцион на право построить парковку у поликлиники «Нефтяник» и проезд к детскому саду. Аукцион объявили еще 3 июля. Прием заявок завершился в минувшую пятницу. Сейчас идет анализ полученных откликов. Известно, что максимальная цена контракта за автодорогу и стоянку – 93 миллиона рублей. Это деньги бюджета города. Предполагается, что к середине следующего года в 37-м микрорайоне появится комфортная магистраль к дошкольному учреждению «Лесная сказка» на Киртбайе 16-1. Дорога сомкнется с улицы Приозерной в коттеджном поселке. По пути построят стоянку, которая очень нужна поликлинике «Нефтяник». С момента открытия и до сегодняшнего дня для нужд парковки используется необустроенный грунтовый участок. Всего сделают 219 машиномест. 165 из них на плоскостной стоянке. Еще 54 – вдоль проездов. Дорога будет двухполосной. По одной в каждую сторону. Общая площадь – почти 9 тысяч квадратных метров. Также смонтируют тротуар, выполнят озеленение. Предполагается, что победитель торгов приступит к работам с момента заключения контракта. Сдать объект необходимо до конца августа следующего года. Казалось, что даже дом сотрясается. Мощный грозовой фронт вечером в четверг накрыл центральную и восточную часть Югры. Гром и молнии видели не только в Сургуте, Сургутском районе, но и в Нефтеюганске, Пытьяхе, Пойковском, Ханты-Мансиске. В соцсетях жители нашего города поделились фотографиями и видеозаписями погодного явления. Эпичное светопредставление началось в районе 9 вечера и продлилось до трех ночи с небольшим перерывом. В Сургуте эксцессов не зафиксировано, а вот жители Солнечного грозе оказались не рады. По данным у медиа, молния попала в трансформаторную подстанцию, из-за чего населенный пункт частично оказался без электричества. В районе 6 утра свет вернулся в дома жителей. В Белом Яру разряд молнии угодил в жилой частный дом на улице Набережной. Как сообщили у медиа, в МЧС на момент прибытия первого подразделения наблюдалось плотное задымление и горение кровлестроения. В течение полутора часов пожарные ликвидировали возгорание на площади около 100 квадратных метров. Конструктив в целом удалось отстоять. С огнем боролись 19 человек личного состава и 5 единиц техники. Пострадавших людей нет, большая часть имущества спасена. По сообщению от собственников, в здание попала молния, что и могло стать причиной пожара. В настоящее время на месте возгорания работают органы дознания. Версия с попаданием молнии рассматривается как одна из приоритетных. В Сургуте полицейские распутывают историю с кражами велосипедов. В конце июня 29-летний курьер одного из онлайн-магазинов приехал в пункт выдачи заказов за товаром на двухколесном транспорте, который оставил в Тамбуре. Через несколько минут он вышел обратно, но велосипеда не обнаружил. Стражи порядка сумели оперативно установить и задержать подозреваемую. Ею оказалась 30-летняя уроженка Надыма, которая сейчас живет в Сургуте. Завели уголовное дело, а через некоторое время, расследуя другую кражу, вновь вышли на ту же югорчанку. Она забрала двухколесный транспорт от подъезда одного из домов на Югорской улице и даже успела продать случайному прохожему. Общий ущерб от преступлений составил 25 тысяч рублей. Женщина ранее судима за незаконный оборот наркотиков и совершение ряда имущественных преступлений. Общество его развод нарядов для несения службы по охране общественного порядка у мемориала «Славы» состоялся смотр полицейских и сотрудников Росгвардии, что заступали на дежурство в составе наружных служб. В площади приехало около 50 силовиков. Они заслушали оперативную обстановку, получили задачи от руководства. Это пресечение правонарушений, преступлений, профилактика мошенничеств и других нарушений закона. В разводе участвуют наряды наружных служб ППС, ГИБДД, Росгвардии. Данное мероприятие проводится с целью популяризации службы органов в органах внутренних дел, а также для повышения имиджа службы. Управление Министерства внутренних дел по городу Сургуту приглашает на службу граждан. Основные требования – отсутствие судимости и гражданства Российской Федерации. За полгода в дежурную часть у МВД поступило около 60 тысяч звонков. Это в среднем около 330 в сутки или одно сообщение в 4 минуты. Впрочем, порой вызовы не относятся к компетенции полиции. По номеру 102 звонят и в случае пожаров, и в попытках вызвать медиков. Иногда даже просто поговорить. Но все же в 20 тысячах случаев это оказались сообщения о преступлениях. Самые частые – имущественного плана. Мошенничество, кражи, грабежи, а также нанесение телесных повреждений. Жители призывают обязательно сообщать обо всех нарушениях закона. В МВД отметили, что об одном из последних случаев в взбудоражившем соцсети, где на кадрах девушка с предметами, похожими на ножи, силовики могли бы узнать из интернета. Ни одного звонка на номер 102 не поступило. Фигурантку, правда, сдержали. Ее заметил проезжающий по аэрофлотской наряд полиции и доставил в психоневрологическую больницу. Анастасия Удальцова, Дарья Давыдова. Специально для программы «Новости. Главное». В Югре в прошлом году утонули 24 человека. Среди них трое детей. По данным МЧС, главная причина гибели взрослых – купание в состоянии алкогольного опьянения. Детей – отсутствие присмотра со стороны родителей. К сожалению, не обошлось без происшествий в Сургуте. И в этом году первый случай зафиксировали еще 14 июня. Двое молодых людей утонули на водохранилище ГРЭС в районе кооперативы Черемушки. Эта территория ежегодно становится местом, где гибнут люди. Спасатели и профильные управления регулярно проводят профилактическую работу. Рассказывают об опасности водоемов, о состоянии воды. Помочь в этом специалистам ГОИЧС решила и группа компаний «Амедиа». В этом году в популярных для несанкционированного купания местах при поддержке нашей организации установят новые предупреждающие таблички. Где появятся баннеры и почему купание в местных водоемах действительно опасно, смотрите в сюжете Марии Ливанян. Штрафом может стать жизнь. Таблички с таким лозунгом установили в самых популярных местах для купания в Сургуте. Там, где заходить в воду нельзя. С идеей сделать информационные знаки более яркими и привлекающими внимание жителей к администрации города, обратилась группа компаний «Амедиа». Главная цель в очередной раз напомнить горожанам, что запрещенный досуг может привести к гибели. Мы надеемся, что даже один, два, три человека, которые увидят эти предупреждающие знаки, может быть задумаются о том, стоит это делать или не стоит. Таблички мы намеренно сделали самые большие, которые только возможно было изготовить. В рамках социального партнерства администрация города, группа компаний «Амедиа» была предложена своими силами изготовить информационные знаки в области обеспечения безопасности людей на водных объектах. Учитывая назначение этих знаков, мы инициативу поддержали. И в дополнение к 70 знакам, которые установлены на водоемах города, установлено еще 8 знаков «Амедиа». Цель одна – это проинформировать максимальное количество жителей и гостей города о тех рисках, с которыми я не могу столкнуться при отдыхе на водоемах, которые не оборудованы для купания. Ну и самое главное, конечно же, это сохранить жизнь и здоровье людей, в первую очередь детей. Установили таблички на несанкционированных пляжах в районе ГРЭС-2 и у кооператива «Челемушки». Разработанные слоганы напоминают жителям, что водоем, где они планируют окунуться в жаркий летний день, уже унес жизни десятков человек. В места, где сургутяне чаще всего купаются в жаркие дни, несмотря на запреты. Мы сделали их большими, яркими, чтобы люди, увидев их, в очередной раз задумались, а стоит ли лезть в воду. Слоганы, которые мы выбрали, тоже не совсем стандартные. Это не просто купаться запрещено, а статистика по жертвам и напоминание, что штраф за купание – это далеко не всегда только деньги. При самом неблагоприятном исходе событий это может быть твоя жизнь. Берег водохранилища ГРЭС в районе дачного кооператива «Челемушки» ежегодно с приходом лета становится местом притяжения жителей. Однако на этой локации каждый год гибнут люди. В этом июне два молодых человека отправились поплавать и так и не вышли из воды. Прошлым летом компания отправилась в воду, и мужчина утонул, а женщину чудом удалось спасти. Это сделали сотрудники полиции, что прибыли на вызов. Полицию вызвали жители кооператива, которые услышали крики о помощи со стороны берега. Один из дачников, не дожидаясь приезда правоохранителей, бросился к утопающей. До прибытия экипажа мужчина удерживал девушку на поверхности, не давая пойти ко дну. Но и сам вскоре выбился из сил. Вовремя подоспел лейтенант Сергей Кирилихин, который помог обоим сургутянам выйти из воды. За свою смелость и решительность полицейский получил благодарность от руководства МВД и награду от главы города. Каждое лето о таких счастливых случаях и других, но уже с трагичным концом, рассказывают не только спасатели, но и журналисты. Все эти прецеденты должны напомнить горожанам, что за табличкой «Купание запрещено» скрывается реальная угроза. Водоемы у электростанции, первое и второе, они являются, наверное, наиболее смертельно опасными, наиболее смертоносными, потому что число погибших за последние годы измеряется десятками. Это действительно страшно, когда водолазы работают, а на берегу стоят друзья, родители, которые плачут и молятся, я не знаю, каким богам, чтобы все оказалось просто сном. В этом году, с начала купального сезона, в городе утонуло три человека. Если сравнивать с прошлым годом, то в 2023 году утонуло восемь человек. Профилактическая работа ведется в ежедневном режиме. Это и рейды по водоемам основным, где отдыхают люди. Это информирование людей о тех опасностях, с которыми они могут столкнуться при купании. Это раздача памяток информационных. И в этом году мы организовали дополнительно к тем двум спасательным постам, которые у нас были ранее организованы на реке Черная и водохранилище ГРС-2. Еще два спасательных поста на водоеме, который расположен между Егорским трактом и улицей Меликарамова. И второй пост на реке Сайма. В прошлом году Управление по делам ГО и ЧАЭС выступило с инициативой установить буйки на реке Черной. Этим летом конструкции установили на пляже у ГРС-2. Там же дежурят спасатели. И им уже удалось предотвратить как минимум один несчастный случай. Как рассказали в мэрии, в июне мужчина в состоянии алкогольного опьянения заплыл за буйки. На напоминание о запрете не отреагировал и двинулся к середине водоема. А после начал тонуть. От трагического завершения купания его спасли специалисты, которые со стороны контролировали ситуацию в критический момент. Буквально достали нарушителей из-под воды. Чтобы люди не заплывали за буйки, предупреждаем им то, что в отаеме запрещено купаться, так как здесь неблагоприятные условия. Глубокие ямы, частые свалы, до 15 метров даже бывают. Много мусора на дне. Не зря говорят, что в Сургуте нет мест, которые подходят для купания. Мы со спасателями разговаривали, когда они наглядно показывали, что такое провал, обвал. Это когда ты идешь по ровной дороге, если переместиться на обычную, можно сказать, пешеходную тропинку. Идешь, идешь по дороге, идешь. А потом раз и провал на 3 метра вниз. Вот так же и в наших водоемах. Сориентироваться может просто не хватить времени, потому что вот это вот доля секунды. И если попадет этот момент на вдох, то, как рассказывают, шансов очень мало. Напомним, купание разрешено только в оборудованных водоемах. В Сургуте таких локаций нет. Мэрия города работает над вопросом создания пляжа. Однако тут должны сойтись несколько факторов. Состояние дна и соответствие воды санитарно-гигиеническим нормам. В начале июля обсуждалась возможность оборудования зоны для купания на озере в СНТ Клюквенное. Однако водоем не прошел проверку на качество воды. Зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации общего железа и биохимического потребления кислорода. На данный момент специалисты Управления по делам ГО и ЧС Администрации ведут поиск места, где можно оборудовать пляж. И готовы изучить варианты, предложенные жителями. Мария Ливанян, Даниил Панков. Специально для программы «Новости. Главное». Это были главные новости уходящей недели. Чтобы всегда быть в курсе последних событий, смотрите по будням программу «Новости. Сургут-24». А также подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях. Впереди реклама и прогноз погоды. Я желаю вам только хороших новостей. Увидимся на наших каналах. Редактор субтитров А.Семкин Детское радио Детское радио Познавательно, развлекательно, увлекательно Песни, сказки, игры Детское радио Для детей и взрослых Привет. Я знаменитый суп Том-Ям. Я настолько прекрасен, что меня даже хотят включить в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Меня готовят только из свежих продуктов. Я очень насыщенный и порой обжигающе острый. Но ждать, пока я остыну, нельзя. Съешь меня сразу. Встретимся в Том-Ям-Баре. Мы знаем, вы ждали его. 11 августа на площади Сургу. Ежегодный летний фестиваль группы компаний ОМЕДИА. Спорт, интеллект, развлечение и музыка. 11 августа. 12 часов. Следи за подробностями на площадках ОМЕДИА. Генеральный партнер компания ДСК-1. Автопартнер группы компаний Автоуниверсал. Там, где есть комнатные цветы, царят уют и гармония. Там, где есть комнатные цветы, есть стиль и индивидуальность. Выберите свои комнатные цветы в магазине «Цветы мира». Популярные и редкие растения в горшках. Прекрасный выбор кашпо. А также дополнительных аксессуаров для создания особой атмосферы дома или в офисе. «Цветы мира». Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе, волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова